Ну что ж, всем доброго времени суток, дамы и господа. Мы начинаем наше движение по квалификациям на ESL 1 Бирминген. И тут уже есть одновременно идущие 4 матча. 2 из всей региона, 2 из китайского региона. Double Elimination сетка без групповых стадий. Это сразу же плей-офф. Ну, здесь сетка построена более-менее логично. 2 коллектива из открытых квалификаций, 2 из закрытых. И, соответственно, они друг с другом вот так вот сталкиваются. Так, по поводу звука я вас попрошу, если вы там что-то по балансу, что там доту погромче, вилат погромче, еще чего-то такого плана, вы пишите. Потому что я сейчас, если честно, не очень представляю, насколько для вас ситуация комфортно слышится. Буду слушать, но, к сожалению, задержка в 5 минут, поэтому весь ваш фидбэк я тоже увижу только через 5 минут. Да, Дэнди нету в Тайгерсах. Вместо него играет замена. Так что здесь уже вот такой вот у нас расклад получился. ТНС играет в полном составе. А вот Дэнди уже второй день как не играет официалки. Вчера тоже я слышала, у него на каких-то турнирах были замены. Но вот не знаю, почему, нигде причина не названа. Тайгерсы не писали. В своих на соцсетях Дэнди тоже не писал. Возможно, он просто... Я там читала какие-то разговоры в лобе. Вроде как дело в том, что он чем-то там отравился или что-то вот такого плана случилось. То есть проблема может быть в этом. Ну а здесь пока пики отчасти сделаны. И Морфлинг Бэйн от команды ТНС. Ну и Вингас с Найт Сталкером от Тайгерс. Тайгерс прошли через открытые квалификации. В этот раз никакие детонаторы их не остановили, которые до этого по КД выбивали. Ну а ТНС, они были приглашены напрямую, так же как и Минески. Минески сейчас сражаются со второй командой из открытой квалификации под названием Team Amplify. Ну вот здесь я не знаю, конечно, насколько все может быть неоднозначно. Мне кажется, там Минески могут в легкую выйти 2-0 в Венера. Но вот здесь, может, еще какие-то вопросы возникнут. Хотя ТНС, ясное дело, должны быть вроде как фаворитах. Мне даже интересно посмотреть, что по коэффициентам на ставке, чтобы понять, во что люди верят. Потому что про замену, опять же, знали далеко не все. Ну что ж, Морфлинг и Бейн. Морфы вот так вот прям сразу взяли на первый же пик. Но это для Армела, скорее всего, на мид. Все-таки он большой любитель этого Морфлинга был всегда. Но, может, конечно, его еще и есть шанс поставить на карри позицию, так как все еще открыто. Тем более, что у тайгерсов еще более чем достаточно возможности взять что-то против этого Морфа, чтобы смотрелось хорошо. Но пока я вижу то, что пытаются брать контроль. Найт Сталкер, судя по всему, теперь уже точно будет третья позиция. Винга четверка. Хотя, может быть, и наоборот. В Азии еще играют Вингой тройкой, в отличие от других регионов. Так что может случиться и такое. Найт Сталкер. Интересный, конечно, персонаж. Далеко не самый популярный, далеко не самый метовый. Но то же самое можно и про Шейки рассказать. Его прям в Америке пара команд очень любит. Здесь тоже периодически берут, но в целом на ивентах уже его видно не так часто. Разор. Разор вот это уже более такое стабильное решение. Кстати, он еще может пойти и Армелу, и Гэбби также. То есть тут пока по поводу лейнингов я еще не буду утверждать чего-то однозначного. Именно азиаты и китайцы одно время, когда еще никто Разора не брал, обожали Разора на кэре. И здесь такое тоже может случиться. Но пока я бы все-таки смотрела вот именно в сторону Разора Мид. Шейкер, думаю, четверка будет, как обычно. То есть остается однозначно при любых раскладах у Тинеси какой-то парень на харду. И мы этого будем ждать. Ну а у Тайкерсов еще оба из основных персонажей не раскрыто. Будем ждать сейчас, вероятно, либо Мидера, либо Кэри. Ну, на самом деле уже разницы никакой, потому что Тинеси показали и то, и то. Они показывают своего Кэри, Фантома Лансер. Ну, почему бы и нет. Разор против него не всегда может быть хорош. Это факт. Морфинг тоже любит все-таки, когда тебе соло цель подсвечивают. Ну и Фантома Лансеру подловить ее будет не так-то просто. А Шейкер какое-то время считался основным контрпиком Фантома Лансеру. А вот на деле оказывается то, что далеко не всегда работает, во-первых. Во-вторых, в Лейте вообще не работает. Просто дэмэджа не хватит, чтобы что-то этому Лансеру сделать. Так что вроде как пик комфортный получился, хороший. И, наверное, Шейкер здесь для него будет единственная проблема. Но если у Бэйна будет получаться ловить именно основную цель, в принципе, подсветить ее можно будет без проблем. Там плазмофилдом прокатился, уже понял, кто из них основной. То вроде как убивать его должны без проблем, потому что бёрст урона хватит. Особенно если морфинг будет собираться через шотган и ежесними. Некрофос на мид. Вот опять же, это может помочь и закрывать морфинга, даже если он будет полностью перекачан. Шанс его цеплять. Ну и, в принципе, против морфинга это здесь из указанных вариантов работает лучше всего. Ну и плюс плевать ему, в принципе, на Розора своего физическим дэмэджем. Гош Раут спасает хорошо. Ну и выкачивать дэмэдж с руки тоже в целом. Он этого не боится. Но пока выглядит у тайгерсов очень даже оптимальный пик, на мой взгляд. Вот именно то, что Тинниси очень рано открыли своих коров, это могло сыграть против них. Но тут еще очень многое упирается в личное исполнение, так что каких-то поспешных выводов делать не стоит. Минуты еще до последнего пика есть у Тинниси, и они сейчас будут это все дело решать. Феникс. Вот такой расклад получается. Феникс. Ну, как сказать. Убить яйцо вот так вот прям, чтобы жестко в него угрызаться, по сути, разве что Пэл это должен в перспективе делать. Но если Пэл будет подходить к яйцу, то он будет прижигаться и, соответственно, сразу же палить своего основного персонажа. То есть такой ход получился довольно тонкий. Ну, хороший персонаж напоследок. Из физики, правда, вот тут. То, что Разор, он не всегда стабилен. Там вдруг получится накачать дэмэджа со стати клинка, вдруг не получится. И с ультимейтом тоже не всегда разговор хороший. У Морфлинга тоже в этом отношении нестабильный персонаж. Ну, вот такой пик получился. Вот так вот на бумаге мне побольше нравится у Тайгерс. Но вообще последний пик от Тинниси, он хорошо, мне кажется, разрулил ситуацию насчет Пэлла. И Некрофосу тоже не поздоровится. Довольно больно бьет Феникс. Но посмотрим, что будет на самих линиях. Потому что Найт Сталкер тоже фигура неоднозначная. И показать себя может по-разному и прочее. В целом контроля хватает. Вроде как у Тайгерс и Стан Винги тебе, и Рубик со своим телекинезом хотят нам кулдаун огромный. И Найт Сталкер может что-то показать. Там замедление Сайленс и прочее. Ну и Тинниси в этом отношении тоже сильные. Шейкер закроет фиссуры. Все, ты уже позицию в файте потерял. Бейн с ультимейта тоже может сделать много плохих вещей. Адаптив страйк и так далее. Вот такие пики. Best of 3 серия на вылет в сетку лозеров. То есть здесь проигрыш играет не такую ключевую роль. Но, как это обычно у ИСЛ на квалах бывает, если ты проходишь через Винера в гранд-финал квалификации, то ты уже имеешь преимущество в одну карту. То есть ты уже начинаешь со счета 1-0 в пользу свою. Так что Винера пойти хочет каждый. Все-таки квалификация тут довольно мощная. Действительно, и Минески, и Тинниси. Обе команды максимально мотивированы поиграть на этом турнире. И все в этом роде. Ну а тут пока... Начинается. Начинается стати. Разбора рун и прочее. Я хотела посмотреть коэффициенты, так и не посмотрела. Сейчас, наверное, этим займусь как раз. Пока время есть немного. Ну да. Пока это найти не так просто. Ну что? Видим, что тут уже начинается какая-то мошна с очками. Ну и, судя по всему, на топ будут намереваться идти забирать 2 руны. Как обычно это бывает в таких ситуациях. Кэрри прячется в лесах, чтобы его точно не достали ни при каких условиях. Ну а остальные персонажи обосновались на рунках. В какой момент будут выходить Феникс и Разор не ясно. И будут ли выходить. Разор, видим, то что отступает обратно и будет идти все-таки стопить крипов у себя на линии. И да, это медовый Разор. И Кэрри морфлинг для Гэби оказался. Так, рунки появляются. Здесь уже явно 2 собираются забирать. То же самое творится и с другой стороны. И, судя по всему, все это обойдется совершенно без лишнего насилия, без лишней крови. И да, 2 руны для одной команды, 2 руны для другой команды, соответственно. Так что все получилось на равных. Гэби уже отступает назад. Думала, пойдет стопить крипов, но нет. Он оказался, видимо, в желании посвапаться линиями или что-то вроде того. Ну, Шейкер тоже уже побежал вниз. Немного тут простопил крипов Армеллу таким образом. Одного крипа пустил вперед, как это, в принципе, часто делается. И очень хорошо застопил Микрофос. Все крипы оказались на хайграунде у него практически. Но тут уже заходит в спину Винга. Она уже начинает немного мучить. Да, Вейвов Террор помог снять с него 3 хп. И вот на этом уже насилие какое-то начинается. Но нужно уже стягиваться по боковым линиям. То же самое касается и Винги. И Винга перемещается на линию, где уже стоит Феникс. И Фениксы сильно пробивают. Армора-то нет своего. И вовсе в минус уходит, когда дело касается Вейов Террора. И Шейкер. Шейкер здесь будет на правах Фармила третьей позиции. Ну что ж, такой вот расклад интересный выходит. Ну тут пока линия получается довольно сильная. Рубик будет постоянно с фейтболта резать дэмэдж и ласхитить будет неприятно. Тем более, что морф ради этого дэмэджа перекачивается очень сильно. Ну и там даже условный Войт, если в него Найсталкер захочет кинуть, он неплохо его продамажит. Но такого прям берста, чтобы его взять и забрать и разом выцепить нету. Поэтому рассчитывать на то, что здесь его будут убивать, скорее всего не придется. Пытаются теперь мучить Фантом Лансера, закидывают его пирожками. Так что горит он неплохо, кстати. Вот Вингат вступила на пулы и теперь из-за этого очень сильно отзонили Фантом Лансера. Он пропустит часть крипов. Возвращается обратно, но хп он очень сильно потерял. Есть еще пять тангусов, но по фласкам тут на этой линии вообще пусто. Тут уже сталкер пытается портить отводы Бэйна. Но у него получилось, это сделалось, он уводит крипов обратно на линию. Правда потерял довольно много хп, но для него это не страшно. Пять тангусов, фласка есть, отпился и вернется уже в здравии. Так, Анслипнул его, Рубик, помогает выбраться. И у Вэла теперь уже все хорошо. Самого Рубика тоже убивать здесь не получится, поэтому они отступят и будут регениться. На миде видим по крипам все более-менее ровненько, но хорошо под дэнаил разор. Это немного сказывается на общем уровне экспириенса у Некрофоса. Но сейчас начинает выкачивать дэмэж, и это уже не очень приятно. С деспульса уже особо не добиваешь крипов, не так много маны, не хватает этого. Зато по дэмэжу тут уже совсем край с руки. Так что какое-то себе преимущество таким образом должен выигрывать. Но тут пока видим, что вероятно какой-то отвод был, что-то в этом роде. И тут тоже уже дележку крипов устраивали. Хотя может просто стакнули и на этом моменте запоролись, немного пропустило момент. Третий уровень у Пэлла, второй у Шейкера, немного подотстал вместе с Фениксом из-за беготни. Ну и тем более тут Винга всегда в стороне, она лишнюю экспу не забирает. Ну, не очень приятно Пэллу, однозначно не очень приятно. Но самое главное, что он все равно находится на хорошем счету по крипам, в отличие от Морфлинга. Вот у Морфлинга все совсем плохо. На общем фоне. Ну, так-то Найс Сталкер пока, видим, получше его ощущает себя на линии. Да, Дэнди нету, причин нету. Почему его нету? Потому что я еще вчера слышала то, что он официалки не играл вчера. И я искала хоть какие-то официальные причины тому, почему он эти матчи пропускает. Но я ничего не нашла. То есть Твиттер у Дэнди пустует, тут пока Вингу забирает. Твиттер у Тайгерс тоже пустует, там ничего особенного. Там просто все в фоточках с Дэнди и все. То есть какие-то причины не названы. Но вроде как, судя по разговорам в лобе, я так понимаю, что вроде как он отравился. То есть что-то вот в таком плане случилось. Так, тут неплохо получилось пирожком попасть. Винга откидывает Систану, минус армор есть, но пробить его, ясное дело, не представляется возможным. Так что потратила здесь маны довольно существенно. Винга. Фэл. Пятый уровень у Разора. Некрофос четвертый. Вот теперь уже разрыв получился очень серьезный. 15 крипов против 22. И уже вот на целый левел, по сути, перевес есть у Армела. Рунки забираются. Пока за ТНС. Так что, куда четвертая рунка делась? Не взяли еще четвертую руну. Так, а тут пока Вингу забрали второй раз. Вот и второй фраг получился именно на харде у ТНС. И суть по всему, пока ситуация здесь складывается, в принципе, все равно хорошо для Лансера. Видим, там еще с другой стороны Бейна успели забрать. У Лансера много крипов, несмотря на смерть саппорта. И вот эти смерти, они того стоят. Тем более, что Вингу оба раза забирали на очень низких левелах. Сейчас только третий. До этого был второй, по-моему, когда ее в первый раз забрали. То есть, в общей сложности денег и экспы за нее получили мизер. Так что, это не сильно что-то для тайгерсов меняет именно на хард-линии. И как и смерть Бейна, по сути. Он тоже лоу-левел был. Но вот то, что не получается обезопасить линию для Морфлинга, это вот большая проблема. Но мы видим то, что сейчас уже по крипам он более-менее сравнялся. Теперь уже 30 против 27. И это звучит более перспективно. Так, тут уже Гэби. Начинает идти на рожон. Он немного прикачался в силу, чтобы Вэлла отстал. И он отстал. Винга. Ну, тут на самом деле попадут фиссуры. Хорошо ее закроют. И все. Считается, что она умерла. Довольно много дэмэджа на данный момент у этой харды. Ну, а по поводу Пэлла уже, скорее всего, никакого шанса без укрепления нет. То есть, нужна какая-то притяжка от Разора или что-то типа того. И это причем вполне реально, потому что Дубльгангер только на первый уровень в качестве. То есть, кулдаун там будет огромный. И убежать ему будет непросто. С поля битвы. Пятый уровень против шестого. Да, тут уже в салат Микрофос проиграл. Ну, и по крипам тоже разница увеличилась. Денаев очень много у Армеллы. И это сыграло свою роль. Очень много он внимания этому вопросу уделил. Тимс. Заметили Вингу. Опять Вингу теперь откидывают пирожками. А тут еще стак. Фантом Лайсер. Бежит, бежит в тайную лавку покупать себе все-таки перчатку. И теперь нужно отступить отсюда тоже аккуратно. Ну, ку-ку. Он там в этот момент, по-моему, боттл отпевал, когда его стукнул. Пэл. Так. Есть вейвов террор. Подходит сюда Некрофос. А он с косой. Косой надо накрывать. Нужен Вижен. А Вижена не хватает. Дупельгангер находит теперь его. И надо накрывать. Накрывают это. Минус ку-ку на 31 секунду. Ну, хороший фраг и реализация косы. Вот опять же мы говорили о том, что нужна перетяжка от Разора. Но Разор остался на месте. Зато Некрофос, сложа руки, не стал сидеть. Давайте посмотрим, что по общей ценности тогда уж. И мы видим здесь в целом ситуацию позитивную для команды Тинси. То есть, несмотря на все вот эти вот моменты, которые были в начале, Морфник сейчас очень хорошо себя чувствует и даже обогнал Пэлла. И даже почти убил соло Рубика. Но Рубик оказался проворнее. Так. Подцепили опять Вингу. У нее могут быть проблемы. Прокатились, замедлили Сакаруса. Ну, и теперь она точно погибает. Ну, вот, соответственно, вылазка от Армелла не заставила себя долго ждать. Нейт Сталкер. С руной Инвиза вряд ли он здесь что-то сможет сделать. Но зато у него есть очень острое подозрение. То, что на линии персонаж остался один. Он может попробовать туда пойти. Бэйн. Так, решили пойти на Бэйна. Саленс на него накинули. И все. И на этом, в принципе, должны его забирать. Фраг оставляли для Вэлла. И он достался ему. Тут опять дэмэдж откачали от Некрофоса почти весь. И он остался с пустыми руками. Ну, в целом, это уже не имеет большого значения. Он уже может пойти там в лесу пофармить. Еще что-то сделать. Начальный капитал у него уже какой-никакой есть. И коса тоже скоро будет. Через 30 секунд. Ну, он пока на пути к фейзам. У него очень бедные на данный момент перспективы. Ну, а Аэрозор уже сразу же собирается выходить в Родофотос. Ну, как обычно, в принципе. Тут уже от регионов сборка не отличается. Все влюбились в Родофотос. И даже несмотря на то, что его как бы поднерфили, все равно его любят. А тут закрыли Вингу. Отлично. Попадает Фиссура. Убежать отсюда теперь ей будет непросто. Еще и замедлили. Есть поджог по ней. И, ну, вроде как, все должно заканчиваться неблагополучно. Добегает до Шрайна. Теперь уже подходит сюда Фантом Лансер. Есть минус армор по Фениксу. И вроде должен отступать. Но он идет просто до последнего. Теперь уже закрыли Шейкер. Опять на Шейкер. Опять через косу. И опять Ку-Ку будет сидеть в таверне больше положенного. Ну, хорошо, хоть первого уровня коса. И на том спасибо. Найт Сталкер. Шестой уровень. Разор. Пока ульта работает, можно в целом и выходить поближе к тавру. Отпушивают линию, пока позади стоит Рубик. И Найт Сталкер понимает, что соваться под Eye of the Storm не стоит. И так и будет оставаться позади. А здесь Фениксу, видимо, хана. Да, он погибает. Некрофос делает очередной фраг. Вроде как не задавался на линии, но теперь он начинает фармить на убийствах. Дальше у него в планах Force Tough. Да, решил не начинать с пауэрапов для команды. А вот именно для того, чтобы разрывать статик линк, который так сильно его мучает. Ну и плюс посадит из-под фиссуры. Из-под таких вот вещей, которые могут помешать. Но статик линк пока мешает гораздо больше. Ну на линии, ясное дело, это имело больше импакта. Но в файте тоже не хотелось бы лишний дэмэдж с руки терять. Найт Сталкер пока только фейза имеет. Ну у него тоже по фарму вроде как по крипам было все хорошо. А видим в общей сложности побегал по миду, по топу. И в итоге остался без большого количества денег. Ну а морфинг выходит в Диффьюжо Блейд первым предметом. Пока есть только Морбид Маска, так что можно пойти в лес фармить. Бейн. У него есть физгрип. Так что возможно он стоит здесь именно выжидая, пока не подойдет некрофоз, чтобы вместе с Разором с ним разобраться. Но у Разора тут хп пул, мягко говоря, несоответствующий. Но он, я думаю, фармит, чтобы шрайн прожать. Так, мы видим то, что Шейкера опять забрали. Это его уже третья смерть подряд. А с другой стороны еще и Феникса подловили. И это опять дело рук некрофоза, который снова прожал свою косу. Ну и такими темпами можно забирать вышку. Это будет первая вышка вообще на этой карте упавшая. На топе Т1 у силу света. Ну да, втроем они ее осилят за один заход. Стягиваться, дефать пока не вижу, чтобы кто-то стремился. Гэбби своими делами занят. Он тоже здесь может вышку поломать. На миде все абсолютно спокойно. И Найт Сталкер просто здесь контролировал ситуацию. Роду Фотос появляется. Довольно хороший тайминг. 13-ая минута. Он уже при нем. Посмотрим, что будет собирать дальше такими темпами. Бэйн. Что-то у меня как-то пингует этот сервер. Бывают неудачные дни, видимо. Это один из них. Закрыли Роду Фотосом. Подцепили Рубика. Начинают на него перекатываться. И Гэбби пытался пробить, но крадет вейформ Рубика у Морфинга. И за счет этого у него получилось уйти. Скорее всего он уйдет. Хотя нет. Тут еще срабатывает пассивочка у Розора. И с ультимейта он его добивает. Красиво получилось. Догнали. Но довольно больших ресурсов стоил этот Рубик. Хотя, с другой стороны, фрагов на этой карте сейчас мало. И такие вещи тоже стоят свеч. Так, есть Саленс по Армеллу. Но он уже все, что хотел, сделал. А именно, кстати, Клинк прожал. Закрыли фиссурой, но не очень удачно. Просто припугнули. И теперь стягиваются на мид. Видимо, с той же целью запушить Т1 вышкуть. Потому что теперь, когда на боте они разнесли, они, видимо, будут планировать двигаться по другим линиям. Некр 10 уровень. Форстав купил. И талант какой-нибудь вкачал. Да, взял на урон талант. Ну, в принципе, как обычно. У Бейна все, конечно, очень долго до этих вещей. И 10 и 15 уровень для него очень важны в плане талантов. И Ренш нужен. И опыт тоже будет крайне полезен. Ну что? Ловят. Ловят действительно. Финскрип на стик все-таки. Некрофосы. Есть Сан. И Феникс пока стоит спокойненько. Поджигает противников. Никто даже не думал это яйцо пить. Ни у кого не было возможности. Погибает Некрофос. Погибает и Винга следом за ним. И теперь проблемы могут быть у Рубика. Рубик отступает. Пытается уйти. Ну, он, кстати, украл Финскрип. Поэтому надо бы отсюда уйти как можно скорее. Чтобы не потерять его, не означая своей смертью. Очень ценный сейчас спелл у него. Так что я думаю, что можно пойти на какую-то мгновенную реализацию. Как только проснется от своего таверного сна и Некрофоса и Винга. Причем у Некрофоса тоже коса есть. Поэтому это может быть еще вдвойне полезно. Да, Рубик подтягивается к Миду. Здесь уже есть Некор, который выходит очень агрессивно на линию. Армел отступает. Морфинг отступает. И все. Даже здесь не получилось ничего, в принципе, успеть сделать. Снова веку. Снова веку. Некрофос. Побежали сейчас ловить Гэби. И есть шанс это сделать. Да, есть Финскрип. Будет сальность по таймингу, если понадобится. А он и не понадобился. Очень много дэмэджа вышло и так в него выдать. И в итоге Некрофос с косы его накрывает. Ну что ж, отличная ситуация получилась. Забрали мейнкерри команды, заработали с этого 640 золота на троих. И большая часть перепал именно Некрофосу, так как он свою косу закинул под конец. Так, Армел. Пытается отойти. Сальность на нем висит. Но он с ультимейта очень хорошо Вэлла пробивает и хочет его дозабрать. Успевает это сделать, но падает лицо Феникса. И, суть по всему, Винга тоже будет разваливаться. Размен получился 1 в 3. И это явно того стоило. Ну вот все трое атакующих, которые выходили на Гэби, сейчас уже и пострадали, получается. И с них 1100 золота заработали. 1000 преимуществ для Тиньси. Ну, кстати, вот удивительно то, что 16 минут прошло и вообще никакого преимущества ни за одной из команд не появилось. Но мне кажется, что вот номинально, если смотреть по тем цифрам, которые есть у Тиньси, они все-таки ведут больше. Так как, ну, пока немного, видим, отстал от всех Некрофос. Там на третьей позиции тоже довольно все невзрачно выглядит. Но более-менее хорошо себя ощущает Фантом Лансер. У него фарма сейчас на 1000 больше ровно, чем у Морфинга. И он этим вопросом и занимается сейчас. То есть пока Морфинг ловится противниками, пока он периодически перемещается. Кстати, он опять в очередной раз погибает. Да, конечно, серверы лагают жуть как. Так, проверяю, моя ли это какая-то проблема с компа, но нет. Комп не грузится вообще, никаких потери кадров нету, ничего. Так что извините. Когда дело касается азиатских серверов, это все очень непредсказуемо. Тимса поймали, нас Алинас посадили. Так что выбраться отсюда будет для него нереально. Ну, пока Найс Сталкер себя реализовывает очень хорошо. Вот такой экшен на карте постоянно происходит. И видим то, что спейса они создают для своего кэри нереальное количество. Но вот про Морфинга такое сказать пока не получается. Кстати, Аганим уже появляется у Шейкера. Решил он взять именно его, а не Блинг. Ну, в принципе, хорошая альтернатива. Обычно брали сначала Блинг, а потом Аганим. В то время, когда там где-то на Инте 7 был особенно Шейкер. Аганимный популярен. Но здесь он решил сразу Аганим брать, а суть от этого не меняется. То есть, по-прежнему, это инициатива в файте, прыжок в файт, так сказать. Так, а тут подцепили. Хотят Рубика забрать в первую очередь. Рубик не сдался врагу. И через косу зато накрывает Бейна. У Бейна был финсгрипп, поэтому прожимает байбэк, возвращается в файт. Его ультимейт здесь будет крайне нужен. Вэлла зацепили. Попытался Гэби его задержать, но Вэлла вроде как смог отступить. Не получилось в фиссуру их перекрыть. И они уходят отсюда. Потрачен ультимейт Феникса где-то в стороне. И байбэк от Бейна нажат. То есть, файт получился невыгодный и абсолютно для ТНС. Тем более, что они все стянулись на одну точку карты. И по-прежнему теряют время, которое могли бы потратить на фарм. Вэлла. Минус половина хп. И у него в планах БКБ уже есть Хэнд оф Мидос. Пэл. Сашу Яшу доделывает. Дефьюжио Блейд уже есть. Там, кстати, как у Морфника дела. У него диффузов нет. У него пока только Яша. Да, его отставание от Пэлла становится все более и более существенным. Тут, кстати, кажется, погоня за куку. Замедление есть, но он прыгает. И пытается разорвать дистанцию. У него получается это сделать. Хорошая фиссура плюс. Показался здесь Разор. И уже желание драться поумерилось. Феникс. Спирит Весел делает. У него он практически есть. Ворфинг. Пока вроде как в спокойной обстановке находится. Но здесь абсолютно нет вижена, усил света. То есть загангать его будет проще простого. Но вот как раз лицом своим прочекать ситуацию сам Феникс. Он пытался забрать рунку. У него получилось это сделать, кстати. Но он за это поплатится жизнью. И Карлс нажимает, но это не помогает. И украл у него Рубик. Именно Спиритов. Так, там кажется, нападение. Фингриб есть. Вингу поймали. Вингу забирают. И ничем Некрофос не смог ей помочь. И на самом деле эта фиссура, возможно, даже жизнь ему спасла. Потому что могли бы пойти и за ним дальше. Некрофос с Рубиком довольно агрессивно держатся. Но, скорее всего, идти дальше уже не будут. Опасно. У них есть вижен на вражеской половине карты. Но вот конкретно, что творится на этой части хайграунда, у них представления нет. А наверху тем временем Пэлла отпушивает линию. Крипов у него просто завались. На втором месте по фарму отстает. Уже перегоняет Разора. Там была разница в 100 золота. То есть буквально 1-2 крипа. И видим то, что Юл Септер Разор собрал. БКБшка будет. Ну, типичная ситуация. Ничем пока не удивляет. И Пэлл тоже решил собирать БКБ. Именно чтобы избежать какого-то потенциального дэмэджа от Шейкера, который тот может вписать. Но пока мы не везли от него красивых моментов. То же самое, что касается Феникса. Который может убить его, не дав ему подойти к яйцу. Но в прошлый раз как раз жизни стоило Вэлла разбить яйцо Найт Сталкеру. И он, да, разбить-то его разбил. Но погиб, потому что в это время он и сжегся яйцом, и еще и Разор его подбивал. Берет сопротивление магии себе Винга. Слишком сильно ее пробивают и пытается каким-то образом себя укрепить. Причем, да, своих денег не хватает даже на какие-то там брайсеры или что-то в этом роде. Пытается выйти в Длимер Кейп для себя и для своей команды. Тоже дополнительный маг-резист, инвиз и прочее. Тут пока Рошана бьют, довольно быстро он падал, но они заметили передвижение вражеских юнитов и решили отойти от него, и ТНС пока этого Рошана отложили. Шейкер. Тоже Юл Септер будет собирать, то есть, думаю, дальше игра также будет планироваться без Блинка, по крайней мере, в ближайшее время. Так, подцепили вроде как Вингу. Винга очень сильно страдает, можно ее добивать, она догорит в любом случае. Вэлла держит Финс Гриппи, должны ее тоже здесь разбирать, его, прошу прощения. И тут Гэби помогли спастись от косы за счет сна, но я думаю, что там коса все равно бы его не добивала, но дэмэдж он бы получил. Есть яйцо, подцепили народу Фаттос, и Некрофос тоже погибает, это минус 3 на равном месте, и теперь точно можно идти на Рошана. Но тут еще и решили найти Рубика, и Рубика находит, он пока что во сне. Выстает из сна и пытается уйти, но в любом месте на этой карте Шейкер достанет его своим прыжком. Так что это минус 4, и спасся из этого файта только Пэл, который, по-моему, даже вообще в него ни сном, ни духом не пытался заявиться. Ну, еще 1000 золота отдали, вот так вот, вроде как мелочи, но приятно. И вот уже который раз мы наблюдаем ситуацию, когда вся команда гибнет или большая часть команды, но вот конкретно Пэл остается просто в стороне от событий. Но он ждет момента, действительно, без БКБшки, наверное, здесь делать будет нечего. И я думаю, с появлением этого предмета он уже появится. Хотя там хотелось бы уже и Тараску, Бабочку и прочее, потому что может просто не хватить выживаемости. 1800 хп это не актик, как много. И тут забирает Бэйна, но попытается забрать Рошана быстрее, чем предпринимать какие-то действия. Да, Гэби забирает Аегис, прыгивают теперь уже на Вингу снова, и Вингу можно забрать. Она откидывается с Таном, есть Родов Атос, но приходит сюда Гэби и свои формы забирает. Кушраут прожрал Микрофос, отходит назад. У Гэби выжгли всю манну, у него есть Аегис, его нужно защищать, есть шанс подраться. Бэйна, который и байбэкнуться не может. Тимс, так, пытается остановить Пэйла. Пэйл в этот раз очень настойчив, Тимса точно хочет забрать. И остается у него тычек буквально парочку нанести, и он делает телепорт, и делает это через Санрей, и улетает. Отличная работа. Обхитрил немного Пэйла, и Пэйла остался с носом. Так что еще один получился, ну, практически фрифраг на Винге. Да, они потеряли Бэйна, но Бэйн там, в принципе, как наживкой стоял на этом месте, за место Варда, чтобы проверять, не выходит ли кто. Ну, в принципе, проверил цену своей жизни. Морфлинг пока, видим, будет выходить в скаде. И после этого добирать Сашу и Яшу. Ну, то есть статы, статы, еще раз статы, без какого-то бирст-демеджа, вот именно обезопасить себя. Да, я с новой гарнитурой, поэтому я спрашивала про звук. Если вдруг из кто-то новоподошедших скажет, там, то, что дот погромче меня, потише, еще что-то в этом роде, вы пишите, я до сих пор все поправлю. Я вчера весь вечер чекала баланс звука, но у меня просто уже слух замылился немного в этом отношении, поэтому, возможно, я не права была вчера в своих настройках. Так, ну что, видим то, что потопы пошли, будут нести здесь Т2-вышку, вероятно, Тинси. И даже есть шанс попытаться зеркально пропушить со стороны Тайгерс и здесь тоже снести на боте Т2-вышку. Бэйн. Поставил хороший варт на хайграунд, видно все подходы. Да, он банальный, да, его, скорее всего, перебьют потом, но самое главное, что первую важную информацию о том, где находится противник, он даст. Никто пушить внизу так и не собрался, хотя у башни мало хп оставалось на боте. А здесь подцепили Бэйном, в этот раз его тоже заберут, и в этот раз он был с ультимейтом, что гораздо более обидно. БКБшка прожал Армел, его свапнули, пытаются держать подольше на одном месте отдельно от команды, но сюда перетягивается Куку за счет своего прыжка, его держат Телекинез, очень много урона вписывают. Да ладно, он успеет что-нибудь сделать. Погибает с другой стороны Вэлла, и Куку отпрыгивает подальше и пытается его догнать. По-прежнему Рубик рядом, но есть яйцо, его бьют, должны разбивать. Нет, не должны, вообще никто не пошел его бить. Просто решили разбежаться от них подальше. Поэтому так и осталось. Ну что, Гэби по-прежнему бегает в форме по Фантом Лансера, и этой формой будет пытаться откидывать копья, кидает копье по Микрофосу. Гэби держит на месте, перевоплощается обратно в ПЛ, но и там, и там очень сильно его просаживают по ХП, и он просто теряет свое Егис, и надо это дело дефать. Надо дефать. Гэби. Отступает. Остался здесь Куку, недобитый. Телекинеза нет у Рубика, и это спасло Шейкера. Шейкер. 18 уровень скоро поднимет, уже есть талант на скорость передвижения. Ну и плюс еще и Лусептер дает тоже скорости немного. Морфинг. Бэйн. Вэлла на Крепах, но я думаю, у него слишком много шансов уйти, просто там БКБ прожать и уйти. Так что за ним гнаться нет смысла. Зато теперь они видят то, что... Ну, подозревают, по крайней мере, где находятся противники, на этом варде они могли показаться. Здесь перебили еще Сентряк только что, так что... Теперь у них точно есть уверенность, где находится противник. А тут Вэлла сам попался. Юлсептер. ПКБшка. А тут оказывается рядом Бэйн со своим фингрипом, так что ПКБшка не дает ему ни шанса на спасение. А с другой стороны выходит Куку. Прыжок. Проверил ситуацию, нашли Вингу. Вингу надо цеплять. Ее зацепили фиссуры и пытается теперь еще это сделать Куку. И действительно пробивает ее очень хорошо. И Куку забирает с себя очередной фраг. Это 4000 преимущества для ТНС. И... Рубик. С Некрофосом отступает на хайграунд. Т2-вышку на Амиде придется отдавать однозначно. Бороться за нее ресурсов просто нету. Хотя здесь ПЛ как-то немного подставился. Пытается отойти. Но тут еще и Фингрип украденный полетел от Рубика. Куку закрыли. Куку накроют косой. А его опять подсейвили. Опять отличный слип от Бэйна. Спасай ситуацию. Но... Хотя нет. Не спасает, извините. Извините, ничего не спас. Все равно погибает. Бэйн. И Бэйна тоже чуть было не выкосили. Он сделал телепорт. Получилось это сделать. Остальные должны вроде как разбегаться. Хотя ПЛ имеет шанс догнать Разора. Если побежит за ним. А он бежит. Он бежит. А Рубик тоже. Возможно, они просто протолкают здесь пачку крипов. И на этом успокоятся. И будут уже двигаться к Т2-вышке. Так, а здесь Вэйла. Тимс. Ну, должен забирать, вообще-то. Последняя тычка остается. Еще бы КБшка на всякий случай прожал, чтобы точно не остановили Гэбби. Поцепили. Минус вся мана. Делать особо нечего. Выбираться отсюда тоже не получится. Он погибает. И следующая жертва будет Бэйн. У Бэйна тоже здесь нечего выдать. Разве что там первой способностью мог покидаться. Но это тоже его бы не спасло. Так что забирают еще трех человек. И как итог, минус четыре в общей сложности перебили все преимущество, которое было у ТНС. А там было 4000 преимущества. И конкретно за этот пайт заработали 200. Но они еще заработают, потому что две вышки они должны сносить. Последние две внешние вышки. Как раз тут глиф прожали. И это даже, наверное, намек на то, что можно пойти на Т3. Нет, тут бросили вышку. Не стало ее пока бить сам лично. ПЛ. Он немного намножил копий, чтобы следующую пачку крипов толкать. Ну и действительно по двум линиям получается очень сильный пуш пойдет. Здесь Т3 вышку не трогали. Очень аккуратненько снизу. Некрофос и Винга подбивали. Но у них на топе тут тоже уже начала... Прошу прощения, на топе. На боте начала гореть Т2 вышка. Чуть-чуть совсем. Но решили все-таки отойти, дождаться. Возможно дождаться следующего Рошана. Тридцатая минута. Рунки там разобрать, все дела. Ну, кстати, вот Армел прошелся по рунам тоже. Разобрал там кое-что. И что-то случилось с Найсталкером. Это хорошо. У меня тоже лагает. Надеюсь, у меня пройдет лагать. Перестанет, пока они в паузе стоят. Ну, давайте, наверное, посмотрим, что по талантам и предметам есть. БН 13 уровень. Все таланты на Экспу никак не поднимет. Ну, по деньгам ясное дело, что нечего ему тут ожидать. Ожидать в ближайшее время. Вон тут слишком бедная пятая позиция. Резенс будет у Феникса. Но не скоро. Он пока себе на Сакрит Релик уже, я думаю, очень долго копит. Не знаю, я тут почитаю комментарии. Говорят про то, что себя пофиксим монотонно. Но знаете, сколько я читаю про себя, когда я начинаю пытаться какую-то эмоцию выдавать? Не ори, не ори, не ори. И все. Я, можно сказать, в этом плане уже достаточно поэкспериментировала. Ну что, дальше давайте посмотрим пока. Шейкер. Так, если себя чуть-чуть погромче, то я попытаюсь. Ну, тогда уж точно без криков. Так. Чуть-чуть подкрутила. Чуть-чуть совсем. И давайте посмотрим, что тут у Шейкера. БКБ в планах. Это мы уже видели, по-моему. Кстати, что там по талантам-то взял на 15-м. Скорость передвижения. Да, это тоже уже видели. Разор на 20-м взял себе броню дополнительную. Еще и Шиву берет. Так что будет крепкий, малый. У морфинга. Пока вопрос о бабочке в будущем стоит. Но пока по предметам видим то, что он действительно существенно уступает тому, что есть у Пэла. А у Пэла уже Тараска и бабочка. То есть, действительно, наше предположение о том, что он БКБ отложит до поры до времени, оно оправдалось. БКБ это хорошо, но если тебя просто с хлыста Разор. Накажет. Что ты будешь с этим делать? У Венги ничего так не появилось. Никакой глимер ничего. Просто лежит это недоразумение. И все в виде плащика. Некрофос 16-й уровень. Взял замедление с Гош Раута. И будет БКБшка. Пэпа есть. То есть, по сути, на команду он особо не собирался. Кроме Пэйпы ничего не предпринял. Хотя там в нынешнем мете на некрофосе на коропозиции любят грейвсы, кримсу, еще что-то там вроде. Но здесь решил просто обойтись Пэйпой, которой, возможно, и будет достаточно. По-прежнему 31-й минута. Ничего не меняется в этой жизни. Ничего не меняется в этих файтах. Так, Рубик. У него тут в планах Аганимы. Я так понимаю, что осталось до него только 500 золота. Блейдов Алакрити остальное все к нему едет. И Пэйл мы на него уже посмотрели. Он взял на 21-м уровне Фантом Раш, как обычно. И посмотрим, что он будет делать на 25-м. Ну, обычно берут Допплигангер. Но мало ли. Шейкер готовится к выходу. Вижена не ахти как много на самом деле. Представление о том, где находится противник тоже. Вот теперь пытается Куку отступать, чтобы не потерять лишнюю ману просто от иллюзий. И БКБшка у него закуплена. Вот это уже хорошая новость. Надо бы, надо бы окапываться около Рошана. Проверить, что там по вардам у противника. Подраться, возможно, за этого Рошана. Идти его забирать. И видим то, что у Шейкера иллюзии нашлись. И он этими иллюзиями почекает вражеский лес. Или потолкает линию на топе. Ну, на топе тут уже вышки нету. Видим то, что на миде, на боте стоит 2 Т2. А вот у Тиньси вообще никаких Т2 вышек не осталось. Ну, кстати, у Феникса уже так, надеюсь, золото капает. Да, талант на 90 в минуту золото дает о себе знать. И сейчас есть уже на Сакрет Релик. Но почему он хочет одним кликом купить это все дело? Ну, или просто пока он в пути к Тайной Лавке. Поэтому не сильно торопится. Но денег у него навалом, конечно. Еще и третий уровень скоро будет суперновый. В целом, если соберет Радиенс, то дамажа будет много. Но основная цель, а именно Фантом Лансер, будет гореть. Не сильно. Ну, иллюзии его будут прожигаться, на самом деле. Это основное, потому что они мешают сильно. Там ману выжигают кому-нибудь по пути. И прочее. У Некрофоса пока появилось БКБ. Посмотрим, что дальше будет собирать. У него тоже одного уровня не хватает до третьей косы. У Рубика уже есть 18-й. Вот тебе саппорт. Вэлла. А у него в планах нули фаер. Не самый популярный предмет. Хотя вот последние недели две я замечаю то, что брать его начинают все чаще и чаще. Раньше его совсем уже игнорировали. После той истерии, когда он только появился. Брали его по КД в каждой карте. Здесь стоят на хайграунде. Видимо, выжидают противник, когда какой-нибудь высунется на речку. Но вообще резона нету, потому что тут рунка появляться не должна. Ничего случаться такого не должно. Разве что вард какой-то поставить. Но и то не случилось. Ну ладно, пока смог закончился безрезультатно. Ну а на 20-м уровне себе берет атаки во время ваиформ. Морфлинг в качестве таланта. Так, тут 9 секунд БКБ. Тут 10 секунд должно быть. Сколько там? У Пэйла тоже 10 секунд. А, он вообще не собрал. Какие 10 секунд? 10-7 секунд. Ну и 10-10, ясное дело. То есть файт будет ближайший с довольно долгими БКБ. Но, наверное, Пэйлу нет смысла высовываться, пока он это не соберет. Хотя Тараска и Бабочка уже дадут хорошую такую подушку безопасности. В случае чего, по крайней мере, отступить там по регенице файте у него будет возможность. Ну и он закупился без байбеков и прочего. Так что, в случае провала в файте за Рошана, Рошан будет отдаваться без шансов на второй файт. Некр как-то тут опасно заходит. И сразу перекрыли его фиссурой. Отличная работа. Спасти его здесь будет непросто. Но все-таки он прожимает свою купленную тысячу лет назад палочку. Форстаф. И он этим спасается. Ну хорошо, кстати, на половине ХП выжил. Развели его на БКБ. Прожал 10 секунд. И теперь оно уйдет в молоко практически. Но если бы его забрали, вышло бы хуже. А с другой стороны подцепили Бэйна. Бэйна должны точно забирать. Хотя он прожимает стику. Отходит назад. Его свапают обратно. И он точно погибает. Минус 50 секунд. И байбеков нет. И ничего нет в этой жизни. Винга погибает. И яйцо пока что начинает ломать. Вэлла опять занимается этим в соло. Но не успевает это сделать. В итоге Вэлла встанет. И встанет также находится Некрофос. Некрофос погибает. И вместе с ним еще и Рубик. Так что это минус 3. И ясное дело Вэлла здесь тоже погибала. Это вопрос только времени. И снова Фантом Лайнсер оказался вне файта. Я не видела, чтобы он участвовал в этом файте. Он терпит. Он ждет и выжидает. И с таким минус 4 Тинниси решили толкнуть линию. Тут пока крипы без них даже Т2 вышку могут поломать серьезно. Тут две катапульты. Тут огромная пачка. А сами они будут забирать второго Рошана. На котором уже есть сыр. Помимо Айегиса. Который будет иметь большую ценность. Так тут пока Куку пытается мешать отпушивать Бэллу. Которая этим занимается. Но кстати он очень противными вещами занимается. Потому что к тому моменту, как теперь подойдут Т2 вышки Тинниси. Скорее всего большая часть команды успеет порезаться. Ну тут у всех осталось секунд по 20 жизни. То есть в принципе может там какую-то особую позицию занять в файте не успеют. Но подефать при желании смогут. А тут в принципе никто не отправился на эту 2 вышку. Все разберлись по карте. И с разных сторон пытаются толкать линии. Шейкер. 21 уровень. Взял себе урон. Ах, ислам. И у него есть дабл дэмэдж в бутылке. Ну не сказать, что Ахти как это реализуется скорее всего. Но тоже приятно. Опять прижимается смоук. И будут искать кого-то на фарм позициях. В нижний лес уходят. Здесь крипы рядом. Так что Т2 вышка точно может оставаться за ними. И дефать Т2 будет непросто. Потому что заранее обставятся виженом Тинниси вероятно. Да, у Бейна есть один апсервер. Он его ставит прямо сзади. Здесь находят Рубика. И Рубика забирают. Ну, подставился. Немудрено. Армел. Винга. Вингу пробивают. И забирают. На миде Т2 решили не трогать. Хотя сразу на Т3 на боте пойти. Но есть опять же 2 тележки. Есть хорошая пачка крипов. Которые, правда, легко даже иллюзиями отпушить. Но все равно. Гэби принимает форму фантом-лантера. Начинает тоже бить вышку. Уже минус половина Т3 вышки. А никакого дефа пока толком не начинается. Два байбека есть у двух саппортов. Но ни Винга, ни Рубик пока не пытаются это делать. Ну, вообще, очень сложная ситуация. По 20 секунд осталось у них до респауна. Но за эти 20 секунд у них снесут вышку. Ну и все. При этом можно отступать абсолютно спокойно. Потому что можно заняться шрайнами. Можно еще там какие-то дела грязные поделать. Потому что время не навалом. А Егис еще будет парочку минут существовать. Две с половиной, по-моему. Даже три, судя по таймеру. И за это время можно тысячи еще вещей успеть сделать. А тут пока просто в соло Гэби разбирается с Некрофосом. Он забирает Некрофоса. Некрофос вынужден прожимать байбек. Еще проблемы есть у Винги. Вингу снова забирает, как только она резнулась. И теперь точно надо прожимать байбек. Погибает еще и Вэлла. Вместе с этим подцепили. Снова забрали Некрофоса, который только что байбекнулся. И это полный провал от тайгерсов. И да, здесь попался еще, кажется, Туэлл. Но он нажимает Доппельгангер. Входит на хайграунд. Вроде как должен отходить. Свапнули его. Винга снова подставится. Он тоже с байбекой. Поэтому будет погибать и уже надолго. И Вэлла остается вместе с Рубиком, у которого есть прыжок вдвоем на этой половине карты. Попытается ли им помочь как ТПЛ? Пытается, пытается. Сзади нападает на Ку-Ку, пытается его вырезать. И есть большие шансы на то, что это получится сделать. Но тут уже вся команда у него развалилась. Ку-Ку погибает. Но при этом, кстати, Тенниси мало внимания уделяли строению. Поэтому оба барака еще стоят. Но по-быстрому просто абсолютно быстро их забирают. И теперь можно отступать. А Егис у Морфинга по-прежнему в деле. Только сейчас его разменивает. Фантом Лансер. И можно на этом моменте отступить. Все. Они реализовали А Егис. Они провели отличную серию файтов. С байбэками выбили, наверное, максимум возможного из противника. Тут было три байбэка, я так понимаю. Сейчас посмотрю. По состоянию выкупа. Да, три байбэка было. У двоих денег не было на байбэк. Ну, там, вроде как у Рубикон был изначально. Просто, скорее всего, доконала его смерть. Или что-то докупила. Я просто не знаю, был у него форстаф до этого файта или нет. Вроде как был. Книжка покупается. Сороковая минута. И Бэйн, да. У него плюс сорок процентов к опыту. Поэтому книжка ему будет особенно вкусно заходить. ТИМС. Что там у ПЛА? БКБ появилось только что. Дальше в планах Абисал Блейд. Это будет безумно полезно, если только его команда будет жить. Наверное, мне кажется, что фатальный момент этого вообще противостояния. То, что у тайгерсов не хватает пауэрапов на команду. Как раз вот эта вот тайпа, наверное, одна. Ее недостаточно. А были бы там Кривсы и условный Кримсон, то, возможно, они простояли бы дольше. Но Кримса здесь не факт, что сильно бы помогла. Вот насчет Блейсов я практически уверена. Но здесь этот момент вообще никто не собирает. Все вот именно о своем личном сейве думают. У всех БКБшки. Тут кроме двух саппортов. И поэтому... Как там саппорт разыграет, это уже мелочи жизни. Самое главное файт именно завязать. Там откинуться станом, свапнуть, стилькинез закинуть, а остальное уже как получится, видимо. Ну что, забирают шрайн, пока Гэби нижний. Верхний тоже у них в доступе. Но они решили еще добить эту два вышку на миде, которая стояла. Ясное дело, сейчас вообще не до дефа этой вышки для тайгерсов. И да, снесли один шрайн и сразу же передвигается ко второму, на который помигали. Думаю, по байбекам все понятно. Три потраченные, и ближайший файт, скорее всего, будет без этих байбеков. Тинси имеют, наверное... Ага, тут уже Мьельнир появился у Разора. И дальше будет Сатаник. У них есть желание завязывать файт вот именно до появления вражеских байбеков, потому что сейчас они объективно сильнее, а когда еще противник не может дважды появиться в файте, то он еще более сильный. А тут Куку, правда, подцепили. Сайленс есть, БКБшку прожимает, пытается ускакать отсюда. Идет к своей команде, команда рядом, может попытаться помочь. Фантом Лансер увидел то, что здесь дело нечисто, и просто отступил назад. Тут еще отходит назад Феникс. Есть Фиссура. И выход. Есть яйцо. Забирает уже и Некрофоса, забирает, и вместе с ним еще и Винга погибает. В Юл Септри. Крутился Куку. Яйцо Феникса пока упало, но никого не зацепило. Велла остался без мана, безо всего. Он теперь ничего не может сделать. Он также погибает, а байбека нету. И все, ни у кого нет байбека из команды Тайгерса для того, чтобы продолжать файт. И уже без троих они, очевидно, будут вести следующее противостояние. Ну да, они просто будут забирать сторона за стороной. Вроде как им подвластен здесь имит итог, поэтому они... Будут здесь уже до победного конца. Покупает себе Мом. Можно, видимо, для того, чтобы... А, у него до сих пор не апнута просто Морбитмаска, поэтому решил под конец взять Момчик, чтобы как-то себя хоть укрепить, усилить. Ну, не укрепить, но усилить свою атаку именно. Ну да, сторона падает. Здесь уже никак не подэфишься. Есть байбек у Пээллы и у Рубика, но эти два байбека здесь, к сожалению, ничего не сделают без тиммейтов. Уже арестнулась Винга. Кстати, да, есть еще шанс на один файт, потому что через 10 секунд еще появится Некрофос. Да, по-прежнему без байбека, но все-таки он появится. Так, зацепили. И чуть не забрали Феникса. Очень большие проблемы могут быть у Разорона. Он прожимает БКБ, его свапывают обратно. Нужно переждать просто это БКБ, и как же быстро разваливается Винга. Она опять погибает 50 секунд без Винги. И фантом Лансер бегает здесь тоже под БКБшкой, но его, в принципе, никто и не трогает. Паут пытается сделать Куку под БКБ, и у него получается сделать. Он просто ушел. Шикарная работа. Да, и украденное яйцо Феникса от Рубика тоже не сыграло своей роли. Слишком долго оно падает, поэтому остановить этого персонажа здесь не получилось. Ну что ж, забрали одну сторону, все-таки игру не закончили, хотя мне казалось, это было бы реально. Но они как-то либо перепугались, либо решили не рисковать. Ну, отступили, потеряв одного персонажа. И, возможно, правильно сделали. Могли бы потерять и всех. 18 уровень и 40... Господи, 18 уровень. 44 минуты и 17 тысяч преимущества. Но, правда, сейчас еще забрали Бэйна, и преимущество немного поумерилось. Ну, кстати, без байбэка тоже. И аж на 90 секунд в таверне. Но все равно здесь забот очень много у Тайгерс на данный момент. Две линии, которые будут толкаться постоянно в их сторону из-за суперклипов. И это все надо дефать, надо еще что-то дофармить, надо дождаться байбэков, надо расставить вижен и ждать атаки противника следующей. И причем Рошан уже появился, и это Рошан уже с рефрешер-шардом, и он еще более ценен для команды. Будет что одно, что другое. Разор, я думаю, будет себе его. Хотя, может, не Разор, может, Шейкер возьмет. Разор без Аганима, поэтому он тут по вышкам не бьет, хотя здесь и без него есть, по-моему, по вышкам бить. БКБ опять Куку поптратил. Можно его зацепить. Да, есть Войт, он пытался отпрыгнуть его. Забрать попытаются, и да, две БКБшки прожимаются на всякий случай. Куку по-прежнему около Шрайна крутился, чтобы хоть как-то порегениться. Шрайна отходит подальше от своей команды, отводит противников, но погибает. У него байбэк есть. Ну, а при этом в размин забрали Вингу опять. Ну, Винга здесь как груша для битья. Тут ее... Все, кому не лень забирать будут, слишком уж она слаба. Полторы тысячи хп, армора тоже не ахти как много. И сейва для себя тоже никакого не придумаешь. Ну что ж, занаглили Тайгерсы, пошли на Рошана, но как только увидели байбэк от Куку, решили, что это все дело не стоит того. Будут драться еще раз. Выбили байбэк, и есть шанс, что выбьют еще байбэки. Но конкретно против Куку здесь работала именно его позиция. Может, если бы он присоединился к команде, и не пытался бежать от нее, может, они бы и всю команду Тайгерса разнесли. Но мы этого уже не узнаем. Все-таки далековато там были парни из ТНС, и добежать до Шрайна еще какое-то время выиграть за счет хила от этого Шрайна было бы профитнее, чем иметь призрачный шанс добраться до своих. Ну что ж, а тут, кажется, забирают Рошана ТНС просто под носом у противника забирать. Вэлла крадет Айегис. Отличная работа. Вэлла должна забирать. Это минус Айегиса. А что по остальным пауэрапам? Кажется, он там еще рефрешер шар зацепил. Он сыр забрал. Сыр съел. Еще пытается бежать. Есть яйцо от Феникса. И он горит под этим яйцом синим пламенем. И все потрачено, а сделать ничего не получается. Ну что ж, это минус. Это получился минус на Вэлла, но он сильно подгадил своим противникам. Тут еще и Некрофос попался. Некрофоса свапнули. Винга должна погибать. Винга погибает. И уже начинает бороться сам Фантом Лайнсер. Выжжет первым делом именно Бэйна. У Бэйна нет ультимейта, но все равно он слишком сильно мешается. У него нету ни ман, ни хп, последний удар по нему остается. Его добивают. Но уже есть два байбека от команды Тайгерс. Из байбека уже погибает Вэлла. Ку-ку. Остановил Пэйла. У Пэйла есть и до сих пор БКБ, который он может прожать. Ку-ку. Эхо слэм. Ну вообще не впечатлил этот эхо слэм. Еще и коса есть. В итоге просидит 169 секунд в таверне. Сколько? Боже мой, как же это долго. Тимс. Минус половина хп. У Тимса нету солнца. Он может сейчас тоже погибнуть. Но пока зацепили Рубика, Рубика будут добивать. И остается один Пэйл. Вместе с Рубиком, который байбекнулся. А остальные все не имеют ни шанса на байбек, ни шанса на камбек. И можно просто идти в наглую и Т4 вышки хотя бы побить. Тут тем более одна практически упала. Три хп осталось у одной вышки. И вообще шансов более чем достаточно. Но побаиваются. Уже резнулась венга. До остальных еще далековато. Но ситуация 3 в 3. Тоже не самый позитивный расклад. Сатаник разор себе покупает. И этим будет пока держаться. Феникс. Ну если у вас я не видела никакой официальной информации по поводу Дэнди, потому что я смотрела там твитры всяких Тайгерсов, самого Дэнди и прочее. И Дэнди не стал болевать из Камады, никому не сказав. Здесь в лобби что-то говорили про то, что он заболел. Но я не уверена, насколько это точная информация. Может, это там вообще я не поняла, что-то в их азиатских разговорах. Что-то это было вообще речь о другом. Но мне кажется, что это было так. Но мне кажется, что даже если бы он там был на замене, было бы логично выложить какую-то информацию, почему он на замене все-таки. Я думаю, ни для кого не секрет, что многие, ну не многие, но какая-то часть, скажем так, за Тайгерсами следит именно фанатов Дэнди. И им будет крайне интересно узнать, почему команда играет без него. Но если у вас вдруг есть ссылка на какие-то источники, где конкретно он находится, можете писать в личку твитча. Я открою, прочитаю, и чтобы в следующих картах всех держать в курсе насчет того, где Дэнди и что происходит вообще. Потому что мне тоже интересно, и я ничего не смогла найти. Потому что вчера уже он какие-то официалки пропускал, и вчера эти вопросы уже возникали. Ну что, все резнулись опять. И по байбекам мы видим ситуацию крайне неутешительная для Тайгерс. Они остались вообще без байбеков. Пэл купил себе Блатторн, и тоже у него теперь тысячи не хватает. Большая сумма довольно, не факт, что получится такое количество денег накопить. Муншард тоже себе пока фармит. Ну, он на самом деле все, шестислотовый, ему больше нечем кормиться. И Муншард это последнее, что он может сделать. Купить его и съесть. По поводу других здесь, конечно, такого не скажет. Некрофос со стикой по-прежнему ходит на 49-й. Вэлла. Опять чуть было не зацепили, он прожал БКБ и смог отступить. Благодаря своему ультимейту. Ну, полет сейчас будет заканчиваться, наверное. Хотя нет, смотрите-ка. Думала, файт не буду завязывать, но тут как-то попался немного Фантом Лансерща и выкачивает из него просто уйму деможа. Попытались прикрыть его Глимером. Ну, и он остался жить. Я думала, что в файт никто не пойдет, но, видимо, его там на фарме спалили, что ли, или что-то в этом роде. Но, с другой стороны, если он видел, что там куча противников, что он там фармил. Ну, ладно, остался жив. По сути, ничего такого страшного не потерял. БКБшка у него вроде как уже тысячи лет, как пятисекундная. Там не раз бывали ситуации, когда он ее раза по два за файт прожимал. Так что закончилась она довольно быстро. Ну что, по топу идут. Здесь последняя целая сторона осталась у команды Тайгерс. И, ну, ясное дело, что нападать на нее еще более профитом. Пока, видим, поставили сентривард на случай каких-то выходов кого-то в Глимере и же с ними. Выходит. Все, выходит здесь пока Гэби на передовую. Взял опять форму лансера. И этой формой как раз с бешеной скоростью атаки начал там что-то пробивать. Он под крестом находится, и поэтому еще более крепкий. Прожимает допель. Намножил иллюзии. Возвращается обратно в свою форму, отступает назад. Очень боится потерять лишних китпоинт и погибнуть из-за этого, если тифайт. Поэтому просто аккуратненько, супераккуратненько подбивает по паре тычек Тавра и отходит назад. Но все равно Тавр уже остался на буквально пятой части ХП. И добрать это не представляет там большой сложности какой-то. Вот у Армеллы сейчас начинают выжигать ману, но благодаря Шиви у него запас очень хороший, и на все скиллы хватит. Хотя сейчас что-то какие-то упорные иллюзии попались. Очень долго его выжигали, и теперь осталось только 400 единиц маны, но реген тоже неплохой. Все благодаря Гилл Септру и Шиви. Ну что-то, три вышку снесли последнюю, а с другой стороны уже упала Т4 вышка, которая была на 3 ХП. Осталась только вторая фуловая. Ну и в принципе отступили Тиньси. Блин, надеюсь, на следующей карте не будет таких вот фризов пингующих. Ну с учетом того, что все выходные сервера ДОТа лежали у всех, нестабильность серверная в ближайшее время это вполне логичное закономерное явление. Да, когда падает одна сторона, на этой стороне пишется то, что крипы, вот супер-крипы. Ну здесь уже ничего не упало, вот здесь вот допустим, супер-крип-маг, супер-крип-мечник, вот такая вот. Когда все крипы падают, это уже будут мега-крипы. Вот такая вот фенечка. Гэби. Ку-ку, 25 уровень. Перезарядку тотема взял. Перетягивается к своей команде. И команда пока трется внизу. И на самом деле вот эта вся ситуация с растягиванием времени, она очень на руку команде Тайгер, потому что у них появляется все больше и больше байбеков. Но пока только два, конечно, еще по две минуты практически до каждого. Гэби. Фантом-лансер. Тимс. Как же больно Тимсу было, но Глимер-кейп, он спасается. Там вот эти копии могли бы его еще сильнее продамаживать, но сейчас, в принципе, он должен постоять в стороне и немного поригениться, и даже вот достаточно влететь с яйцом в файт, и поэтому такого количества хп ему будет достаточно. Ну и тут дальше опять Гэби в форме фантом-лансера. Опять он пытается бить казарму, бьет казарму магов, чтобы на всякий случай была возможность тупить Гэби. Закрывает косу и забирает его через косу 145 секунд без него. При этом забирает в размин Вингувинга, может байбекнуться. Зацепили Некрофосу. У Некрофоса байбека нет. Его пробивают очень быстро через фингри, поэтому минус. Первый персонаж, у которого нет байбека. И Армела зацепили. Армела начинает пробивать. У Армела мана не очень много осталось, но ему больше нечего прожимать здесь. Выходит вперед фантом-лансер. Фантом-лансер стремится выцепить кого-то на отходе, но слишком быстро передвигаются противники, чтобы это сделать. И поэтому заканчивается все. В принципе, опять отступлением. Ну, байбек выбили из Гэби. В принципе, не страшно. Все равно в атаку пойти у Тайгерсов. Возможно, этих будет не так много. Слишком много крипов у них на базе. Поэтому этот байбек в большую роль не сыграл. Даже если сейчас с байбека снова умрет морфлинг. Ну, и тем более там коса потрачена сам. Носитель этой косы тоже мертв. Так, ну что? Все, мега-крипы. Падает последний барак. И теперь проблем становится еще больше. Хотя это 55-я минута, дефтик будет не так трудно, но просто не всегда есть возможность на них обращать внимание. Погибает еще и Тимс. Забрали его. Ну, и ПЛ выходит на тропу войны. Да, фраги какие-то получается делать, но остановить пуш вообще никак не выходит. И что теперь делать с этими мега-крипами, вопрос очень хороший. Потому что душить-то они будут и дальше, а вот найти момент, чтобы напасть на противника, там, Рошана, следующего перебить, еще что-то там вроде сделать, надо найти в любом случае. И этого момента могут просто не дать. Там вот опять вижу, Т4-вышка горит. Сколько у нее там хп? У нее, кстати, не так много хп, это еще более усугубляет ситуацию. Что она одна, что она одна на третьих хп. Бабочка появляется у Розора, видимо, чтобы так сильно иллюзии не мучили со своим монобрейком. Ну что там? Кажется, опять венга встряла. Да, венгу забрал Куку. Куку забрал двойной урон. И теперь еще больше опасности себя может представлять Вэлла. Пытается чекать ситуацию. Аккуратненько, пока ульта есть. Рабочие. Остановили его. Отлично, получился хэслэм Вэлла. Очень много урона получил. Попытается отойти отсюда. У него байбэка также нет. У него просто денег нет на байбэк, но он погибает 94 секунды без него. Еще в ПЛ. Остался последний, самый близкий. Но нет, еще и подцепить Рубика. Попытались, не вышло это сделать. Кажется, проблемы у ПЛа начинаются. Его пробивают. Он пытается сделать телепорт под Глимеркейпом, под БКБшкой. У него получается это сделать, но ситуация уже 3 в 5. Рошан будет однозначно отдаваться. И надо дефать трон. Практически голый трон. Башня осталась на 200 хп. Это слишком, слишком мало. Конечно, зайти, буквально пару тычек, дать условному разору и все. И уже нет тавра. Да ладно. Видимо, слишком много тележек было, и они не смогли их остановить. Но тавра не стало. Теперь это точно голый трон. Абсолютно голая даже база, можно сказать. Ни одного строения здесь не осталось. Ни одного какого-то там жалкого тазика. Это просто один трон. И все, что остается сделать команде TNC, это зайти и забрать его. Забрать победу. Тем более, что по-прежнему еще очень много времени остается до респауна. Альт сталкера. Не знают, наверняка TNC есть у него байбэк или нет, но вот проблема все-таки остается той же самой. У него нет денег. И деньги эти достать негде. Да, просто бьют Эншент. Вообще даже не обращать внимания на противников. Подцепить попытался кого-то Лансер. Армел. Просто бьет. Да, откачивал дэмэдж из противника и бил трон. И в итоге они трон забрали, ясное дело. Ну что, карта получилась довольно долгая. 57 минут. Но все-таки она заканчивается триумфом команды TNC. Когда-то Тайгерсы были их дочерней командой, скажем так, своего рода вторым составом. Но из-за правил Valve относительно интернешнолов, что нельзя иметь несколько команд от одной организации, они перешли в самостоятельный разряд. Но все-таки TNC их победили. Отличная работа, довольно долгая игра, но уверенно держали преимущество на этой игре TNC долгое время. Ну да, по сути, видим то, что где-то минута с 30, они уже не отпускали практически противников. Ну тут был один момент, но да, это все прошло. Ну что ж, кто тут у нас батя? Давайте посмотрим по нанесенному урону. Ну, видимо, все-таки Разора стоит приписать к этому моменту. Гэбби был близок, но 6000 ему не хватило. Также у противников очень сильно постарался лансер, но ничего ему не помогло выиграть эту карту. Вот действительно не хватило какого-то, не знаю, вот какого-то укрепления команде, что ли. Не хватило какой-то выживаемости. И это очень сильно сыграло не на руку, потому что Вингу все время забирали первые. Вэлла зафокусить тоже всегда было не проблемой, несмотря на его слоты, которые довольно, ну вроде как, жестко должны были выглядеть. Хотя, по сути, вот если посмотреть так на Найт Сталкера, ну что у него на укреплении себя есть? Ну вот, БКБ и все. Ну, нулифайр, который у него там появился спустя тысячу лет. Ну что он там даст? Ну немного армора, все. И, наверное, это тоже сыграло с ним злую шутку. Но факт остается фактом. TNC побеждают в этой потной карте, но это только первая карта Best of 3 серии, так что далеко не переключайтесь. Мы будем возвращаться совсем скоро на следующую карту. Ну а партнеры этой трансляции париматч, так что играют они, а побеждаете вы. КОНЕЦ КОНЕЦ